Здарова всем ребят, сегодня у меня 7 февраля и в рубрике вот это новости я хочу с вами обсудить мелкие, но интересные новости, которые накопились у меня за последние пару дней и которые я решил вынести в отдельный выпуск и давайте начнем вот с чего. В последнее время ко мне прям часто стали приходить люди, причем не только в личку пишут, но еще и на стримы приходят жалуются, что так мол и так, еще сегодня играл на своем аккаунте, утром встал, смотрю, пришли сообщения, ваш аккаунт переведен на Еврорегион, при переводе на Еврорегион мы сменили вам почту на ту, которую вы указали, а все это с чем связано? Ну скорее всего люди не смотрели мой видос двухмесячной давности, где я как раз предупреждал, что сейчас в переходный период очень важно привязать к своему аккаунту, если он вам дорог, почту, к которой у вас есть доступ, привязать номер телефона и соответственно настроить двухфакторную аутентификацию. Это даже уже нежелательно, а прям необходимо, потому что я заметил, что угоны аккаунтов сейчас это прям какая-то новая фишка, причем при переводе в Еврорегион все, что вам остается, это писать в ЦПП ВГ, уже соответственно в Европе, и прикладывать уже им доказательства, рассказывать, когда был создан аккаунт, кем, в какой области, в какой период времени, прикладывать чеки с донатами на этот аккаунт и так далее. Геморно и долго, с учетом того, что сейчас поддержка очень долго все это обрабатывает, отвечает, и таких запросов, поверьте, очень много, поэтому еще раз обращу ваше внимание на то, что если вы не сделали мои рекомендации двухмесячной давности тогда, то может быть сейчас стоит еще раз задуматься и все-таки усилить защиту своего аккаунта. Это первое. Ну и раз уж мы на эту тему начали с вами разговаривать, давайте посмотрим, а сколько за февраль вообще игроков, точнее аккаунтов, перешло с РУ региона на Евро, и цифры прям-таки ошеломительные. Согласно данным стат наблюдений, в пике, в сутки могло уходить, ребят, до 300 тысяч аккаунтов с РУ региона на Европу, и создавались, соответственно, там новые аккаунты. И за первые дни февраля ушло более миллиона аккаунтов с РУ на Евро. При этом, если посмотреть на онлайн, он вообще никак не изменился, я бы даже сказал, в рамках стат погрешности здесь все происходит. Таким образом, ребят, я просто-напросто напомню, что сейчас с 1 февраля началось окончательное разделение на РУ и Евро регион, когда неактивные, брошенные аккаунты, коих, кстати, ребят, в РУ регионе, если я не ошибаюсь, зарегистрировано больше 100 миллионов было. Соответственно, эти аккаунты в течение трех месяцев будут в соответствии с привязкой к тому или иному региону, либо оставаться в РУ регионе, либо переводиться, соответственно, на Евро. Ну, толку от этого я не знаю, какой просто идет, ну как... Может быть, человек когда-то вернется еще, да, если у него будет такая возможность, вот. Но, тем не менее, зачем-то это все разделяют, и вот так вот можно косвенно посмотреть, сколько неактивных аккаунтов присутствует сейчас в игре. Напомню, что это аккаунты за все практически 13 лет существования проекта. Также напомню вам, что уже идет трейд-ин в РУ регионе с возможностью обменять танк ключ в ключ, да, без доплаты голды. И ребята с World Express опубликовали данные по самым популярным лотам на обмен, что покупают игроки, что сдают, и он, в принципе, бьется с тем, что я вам рассказывал пару дней назад. Самый популярный танк, который сдает ключ в ключ, это ELC Event 90. Понятно, почему их многие получили на халяву за рефералку, там, или покупали их, соответственно, при каких-то трейд-инах, там, опять же, сдавая танки за рефералку и так далее. При этом геймплей на светляках не всем нравится, не все в него умеют, а обменять эту машину на что-то более удобное для игроков, это, как бы, хорошая возможность. Поэтому елку, как самую дешевую тачку из ангара, меняют на Bizante C45, как одну из самых дорогих машин, причем по остатке она тоже хороша, хоть мне и не нравится. Также елку меняют на S3 с механизмом заряжания. Елку меняют на Кировца 1. Это вот самые популярные обмены по системе ключ в ключ. А если менять танки, как говорится, за игровое золото на что-то другое, то меняют немецкий тяж ВК-168-01, по-моему, он называется. Да, помню. ВК-168-01П на Лиса меняют. И точно так же французского тяжа, Млешку 49-ю, меняют на того же самого Лиса. Почему? Ну, эти танки, скажем так, не пользуются у игроков большой популярностью и нагибучестью, при этом стоят огромную кучу золота. И доплата для того, чтобы получить действительно хорошую машину Лис, а Лис сейчас одна из самых популярных, я, кстати, статистику смотрел недавно, самых популярных танков, которые покупают игроки. И Лис это вообще одна из самых популярных машин сейчас премиумных в игре. Я не говорю самая нагибучая, я говорю, ну, скажем так, самая востребованная на рынке. Возможно, я к этому тоже какую-то руку приложил, потому что, ну, мне эта машина нравится, и я ее в свое время хвалил. Еще одна новость касается Леонов. Ну, лайны, вот эти вот танки, итальянские системы дозаряжения, да вот он у вас на экране прямо сейчас, вот, закончился на него, как он, конструкторское бюро прекратило свою работу, и все танки в РУ-регионе не были распроданы. Из 150 машин купили порядка 120 тысяч машин, что бьется с купленными летом 780-ми, их тоже было представлено порядка 120 тысяч машин, 40 с номерным знаком и 80 тысяч, соответственно, обычных. Так вот, Леона тоже в размере 120 тысяч раскупили, и сейчас есть основная причина, которую мне высказывают, ну, помимо той, что танк им не интересен, это то, что у игроков просто-напросто не было столько ресурсов на аккаунтах, чтобы приобрести эту машину, хотя они хотели бы. Таким образом, лично я это вижу как то, что разработчики специально сделали больше машин, чтобы, во-первых, все, кто хотели, могли ее приобрести. Таким образом, ну, больше, скажем так, ресурсов у игроков после новогоднего наступления, чтобы было обменено на эту машину. И также я вижу в этом еще один позитивный момент, ну, помимо того, что все, кто хотели купили эту машину, и имели, разумеется, возможность купили этот танк, это то, что теперь на фоне того, что по такому высокому ценнику все танки не были раскуплены, есть вероятность, что следующая машина, а я думаю, конструкторское бюро с нами не разовые акции было, а еще будет, то следующая машина, возможно, по ресурсам все-таки подешевее. По крайней мере, я на это надеюсь. Спасибо, что смотрели. Напомню, что ближайшие часы уже, наверное, когда вы смотрите, начнется раздача экспериментального оборудования с 8 февраля, поэтому не забудьте зайти в ангар, получить его и выполнить боевые задачи. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok